Добрый день, уважаемые родители! Приветствую вас на нашем канале. Меня зовут Менщикова Галина Владимировна. Я драматолог, работаю в научном центре здоровья детей. Сегодня хочу вам рассказать про такое заболевание, как стригущий лишай, или как мы его называем, это микроспория. Это поверхностное грибковое поражение кожи, волос и ногтей, вызванное грибком микроспорум, либо трихофитон. Заражение происходит от человека к человеку, от животного к человеку, либо при контакте с почвой. Важным звеном в передаче инфекции являются котята и щенки. Предрасполагающие факторы это нахождение в переполненных жилых помещениях, в раздевалках, занятия в спортзале, а также царапины, ссадины и ожоги. Инкубационный период составляет от 1 до 3 недель. Заболевание проявляется шелушающимися кольцевидными бляшками на коже туловища, конечностей или лица, для которых характерен рост по периферии и просветление в центре. Иногда высыпания сопровождаются зудом и жжением. На голове это заболевание проявляется в виде округлых очагов поредения волос. Кожа в этом очаге начинает шелушиться и приобретать розовый оттенок. Волосы со временем обламываются, как будто в этом участке они подстрижены на 2 миллиметра от головы. Это место может по краям выглядеть в виде пузырьков, которые затем превращаются в желтоватые корочки. Заболевание можно перепутать с такими кожными процессами, как псориаз, контактный дерматит, розовый лишай, кольцевидная гранулема и другими. Поэтому для уточнения диагноза и назначения лечения требуется консультация дерматолога. Из лабораторных методов исследования обычно используют соскоб с бляшек, в котором можно увидеть под микроскопом споры грибка. Лечение проводится местными противогрибковыми препаратами, которые следует наносить не только на высыпание, но и на здоровую кожу вокруг. Лечение длительное, обычно около 6 недель, и следует применять противогрибковые мази еще неделю после того, как высыпания полностью исчезли. Больным членам семьи и животным также требуется проводить терапию. При тяжелых, устойчивых, рецидивирующих формах, а также при поражении кожи волосистой части головы, врач вам назначит противогрибковые препараты внутрь. После окончания лечения для подтверждения диагноза требуется трижды взять соскоб на грибок, это сразу после лечения, через 2 недели и через 2-3 месяца. Только 3 отрицательных результата могут послужить критерием излеченности. Для профилактики соблюдайте правила личной гигиены и не контактируйте с бездомными животными. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наши сайты. Всего вам доброго!